Рад вас снова приветствовать, дорогие друзья! Мы продолжаем играть в Titan Quest Anniversary Edition, модификации Solvizer Aero, версия все та же 1.7B. То есть пока еще ничего не менялось, но посмотрел я на форуме, есть у нас один русскоязычный форум, небольшой, это совсем маленькое сообщество, можно сказать, на сайте Titan Quest.ru.а по этой теме. Грядет вроде как хорошее большое обновление этой фишки, этого мода. То есть там в частности у нас будет новая локация, называется Кристаллическое Светилище или Кристальное Светилище. Короче будут новые скины, но это чисто вот обзор там был небольшой по скинам. Я может быть ссылочку в описании приду, либо на этот форум вам сразу закину, наверное, либо на само видео от разработчика, там совсем мало просмотров, но это то, что будет. Особенно прикольно будет, если вы женским персонажем играете и любите одевать его. Вот, ну там вроде для мужчин тоже будет. Меня поразило сколько не даже сами скины, сколько вообще сама локация. Очень добротно сделано, очень так, блин, по сказочному так аж дух захватывает. Просто очень прикольная локация. И музыка там своя, то есть ну очень интересно. Я все-таки, наверное, видос скину именно в описании, ссылку на видео. Оно короткое, посмотрите, я думаю, заинтересует тех, кто в Soulvizer играет. Вот, это то, что одна из тех фишек, что грядет. Так, давайте я быстренько вводную речь толкну, потому что с момента записи, как вы можете видеть, уже у меня 72 уровень. Набил я его, значит, фармом. То есть я банальнейшим образом фармил вот, вот здесь вот фонтан воскрешения находится. Но вы, наверное, ни хрена не видите, потому что мышка у меня, как всегда, сбита. То есть я-то вижу мышку, а я предполагаю, что вы не видите, где я показываю. Короче, мост, если вы увидите вот этот вот мост посередине карты, чуть выше этого моста фонтан воскрешения. И вот эти вот все поля до Чангана, да, вот до деревни ведут. А там тигры. Я фармил тигров, потому что именно с тигров падает шмотка зеленая на... Падает на красный сет, на красную броню, на красный понножи, на красный... На красную кирасу. Но, черт возьми, дорогие друзья, утопический шанс, на самом деле, выпадения этой вещи. Сейчас я вам быстренько покажу. Ну, вот, вот эти вещи. Я, опять же, на форуме спрашивал, на этом маленьком, собственно говоря, где фармить, с кого конкретно. Я предполагал, что эти вещи, вот судя по иконке, да, видно, что они падают с тигров, с востока. Действительно, мои предположения подтвердились. Падают они, но падают вот с таким вот шансом. То есть это легендарный уровень сложности, естественно, должен быть, как правило, экипированный на тигре-варлорде. Варлорде, то есть там полководец, по-моему, что-то такое, черный такой тигр. Либо герой есть, тигр-монах, воин-монах. Процент, конечно, очень удручает. Парень, который мне написал про это, он говорит, что он фармил ее, просто он увеличивал себе количество мобов. Ну, он просто, я так понял, соображает в этом модостроении. Он себе просто увеличивал и выбивал таким образом. Фармить шмотку по-честному, я даже не знаю, то сколько времени может уйти, но я вот уже 2-3 дня там фармил, когда время у меня было. Естественно, результат нулевой. Тоже касается, и это вот для террасы нашей, да, красной. Вот это вот для наших наручей красных, там, демонические какие-то. Падают они срыскатели, это обычные тигры там бегают. Но шансы у них еще меньше выпадения, это вообще-то просто утопия. Я не знаю, это даже в ММО, наверное, таких шансов выпадения не существует, как существует здесь. То есть, разраб вообще упоролся полностью. Не хочет он давать возможность одевать там красную шмотку по-честному. Либо ты себе ставишь, я не знаю, как он, ТК-дефайлер, по-моему, есть такой мод. И можно себе шанс лута подкрутить. Можно, конечно, лут плюс поставить официальный. С стима, значит, там он увеличивает шанс выпадения лута. Но я не думаю, что это прямо, ну, даже если он удвоит шанс выпадения, я не думаю, что прямо цифра очень сильно поднимется. То есть, вы понимаете, что у фиолет больше шансов нужно выбить, чем вот это вот. Поэтому, ну, в свободное время бегаю, фармлю. То есть, это вот эти вот штуки. Сейчас вам покажу, что я на что. Так, сорокопутка, сорокопутка, кровавый шепот, копье. Так, агата-демон я выбил, еще пока фармил. Естественно, много всего интересного повыбивал. Агата-демон это щит. Это щит, весьма недурной щит. Вы сами можете видеть его параметры. И тоже под него нужны всякие диковинные щитки. Тоже вот эта зелень жесткая, херная, наверное, где выбьешь. Но если выбьешь, наверное, будешь богом. Даже 15 отражений урона ее есть. Вот, что омега это было. Серп крона был. Кольцо первобытного дикаря есть. Кольцо ананки. Еще одно колечко. В продажу увидел я этот рецепт. У меня одно уже есть. Как бы фиолетка одна. Кольцо с черной жемчужиной. Ну, собственно говоря, мне кажется, оно уступает, конечно же, кольцу первобытного дикаря. Хотя, если таких два собрать, это минус 9 времени перезарядки, минус 18 времени перезарядки. Я так понимаю, все это сложится, конечно. 35 сопротивления силы природы. У нас будет с вами 70 сопротивлений. Ну, короче, хорошее кольцо. Это красное кольцо. И сказать больше нечего. Призма пустоты мне попалась. Я не помню, видели вы или не видели. Я так, на самом деле, так и не понял, что это такое. Но это, походу, амулет. Потому что, да, это амулет. Сапфировый амулет. Аберег Афродита украшений. У меня есть уже благосостояние лобов. То есть, сами видите эти сопротивления дикие. Я даже не помню, показывал или не показывал. Плюс 3 долбанных очка ко всем умениям. Вот, значит, всевидящее око. Тоже купил, нашел. Это артефакт уже. С артефактом, конечно, попроще. То есть, он требует скрафтить, значит, из священных артефактов. Вот эти скрижали судьбы Мордука, Золотой Глаз и Награда Диметра. У меня есть два первых рецепта, но нету Награды Диметра. Никаке найти не могу. Не знаю, что это. Собственно говоря, артефакт не такой уж и крутой. Гораздо лучше, мне кажется, именно мой артефакт, который на мне сейчас висит. Который вызывает двойников мне в помощь. Этот артефакт целесообразно надевать, когда ты погибаешь. Здесь сами можете видеть 10% увеличения опыта. То есть, погиб, обвешивался артефактом этим, в частности, на опыт. И пошел, поднял могилку. Так, бесконечный натискресса. Вот, вот для этой штуки мне нужен вот этот плащ полководца способности, у которой там шанс 0,1%. И вот поножи из костей демона, у которого еще меньше шанса. Ну, а собственно говоря, вот это вот все нам нужно. Конечно, если одеть вот эти две вещи сразу, то все, как бы игра пройдена. Ну, не то, что пройдена, но будет достаточно просто уже играть. И это то, наверное, к чему я стремлюсь, потому что я уже задрался здесь погибать. Я пока фармил, естественно, на этих героях там еще наловил смертей. Значит, еще один рецепт мне выпал в магазине. То есть, я посещал магазин во время фарма, да, там искал всякие зеленые шмотки. Бывает, годнота попадается. В частности, и вот мифические рецепты всякие попадаются. Как правило, они повторялись, то есть, у меня были. Но, бывает, и такие попадаются, что у меня еще нету. Вот, можете видеть взор титана попался. Это шлем, потому что атлон снаряжения, у меня вот он уже есть. Вот этот вот венок. Атлон, который дает 25% увеличения опыта. Взор титана тоже дает, сколько, 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 15% увеличения опыта. Но, помимо этого, он, конечно же, сами видите, что еще дает. Ну, то есть, охрененный шлем. Его тоже имеет смысл фармить. Но вот этот вот жестокий атовк способности, который он требует, по-моему, примерно тот же шанс выпадения, что и у этих вещей. И вот этот шлем атовк, насколько я помню, выпадает только уже в царстве мертвых. То есть, он не выпадает на востоке. Если вот эти вот шмотки я могу убивать еще на востоке, пытаться, да, и уже с этими шмотками идти покорять царство мертвых, то вот взор титана нам придется вышибать уже там, уже в царстве мертвых. Но если я накраблю все-таки вот эти вещи, это будет гораздо проще, чем париться. Яростный шторм. Это еще один, значит, шлем. Но это уже под, по-моему, под этого, под ловкача какого-то, да. Тоже, видите, неплохие всякие приколы. У него чуть меньше защиты, но всяких много бонусов. Но он на ловкача, нам его не натянуть. Так, полотно Ананки. Полотно Ананки это для мага, насколько я помню. Насколько я понял. Туника, да. Или платье, как там роб, короче, маги носят. По ноже космоса было. И кристаллическая маска тоже, по-моему, показывала. Было, это тоже на мага. В общем-то, рецептов, сами видите, целая гора красных. Но толку-то от этого нету. Их фармить просто задерешься. Но, может быть, они, конечно, того и стоят. Как цель поставить и периодически поигрывать, играть, да. Пытаться нафармить и одеться. Это вообще круто там. То есть, у тебя был уж такой уникальный чел, да, с уникальными шмотками. У тебя ж вообще тема. Какой-нибудь потом захотел каким-нибудь магом поиграть, да. А у тебя, если что, на него шмоточка есть. Хоп, отдохнул, поиграл. Ну, прикольно. Как сама цель, говорю, интересно достаточно собрать. А потому что делать здесь больше нехер, когда ты пройдешь сюжет. Чисто фарм, чисто интерес. И то, если он не угаснет с такими шансами. Так, попутно я фармил еще гидру. То есть, я менял, как бы, фарм, да, места фарма. То есть, мне, например, надойдало фармить тигров. Я шел в болото фармить гидру. Выбивал кое-какую фиолетку. Конечно, кое-какая фиолетка мне падала. Я сейчас уже не помню, какая. Но вся она такая себе проходная. То есть, не очень прикольная. Магматические браслеты, по-моему, на ней выбил. Но ничего там, собственно, такого особенного нет. Весь фарм, дорогие друзья, я записываю на видео. На тот случай, если мне действительно выпадет то, что я ищу. И это, естественно, я вам такой видеоотчет предоставлю. Да, что я нигде это не щетерил. Я нигде это не дюкнул там. И все такое. Я не люблю. Я сам против этого. Мне вот именно интерес добыть, попробовать самому эту тему. Так, вот. Значит, здесь я вам все рассказал. Все показал. Следующий момент. Кстати, я еще бабла неплохо пофармил. Знаете, как бабло еще фармится? Не только желтые вещи надо собирать, но и белые. Потому что некоторые белые вещи также стоят по 200 косарей. И то есть, бабло течет рекой. Это нам, бабло нам, естественно, пригодится, чтобы потом открыть легендарные сферы, из которых также может сыпаться фиолет. То есть, проще, конечно, легендарные сферы пооткрывать, чем, блин, бегать на эту гидру долбанную. Она удохнет, а не быстро. Значит, в процессе фарма у торговца, опять же, зеленую годноту нашел, ребята. Зеленая годнота. Во-первых, 32 сопротивления урону здоровью. Во-вторых, это 30% снижение урона от порождений магии. Что это значит? А это значит то, друзья, что вот этот вот наш, как он там, бандари, который нам накидывал в прошлой серии, является именно порождением магии. Он порождение магии-призрак. Так вот, если это сработает, то и мы получим 30% от него защиты. Плюс еще сопротивление урона здоровью. Плюс еще я так на резиста оделся, да, что у меня там есть. Что-то тут власть салона, у меня тут еще 25 сопротивлений. Он же там пуляет со всяким говном неприятным, то ядом, то молнией. Вот, поэтому попробуем еще раз на него сходить. Вот в такой вот одежде. И если в этот раз не получится, то, ребята, все забиваем. И нахрен он идет, этот чувачок. Конечно, постараемся что-то сделать, но... Будем надеяться, что у нас все получится. Что вот эта вот штука прокатит. Но это мне просто повезло, я целенаправленно ее не искал, я даже не знал, что такая есть. А тут хоба посмотрел на бонусы. Ну прикольно, что-то. Значит, а когда я получил уровень, я вкачался вот сюда. Изменчивость, то есть повысил себе немножечко шанс физического урона. Неплохая вещь. Надо тоже ее замаксивать. Вот и все. Я вам показал куда. Ну, мышка, конечно, не показывает у меня как следует. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот эти вот пацаны, конечно, они жесткие очень. Терракотовые воины-то. Вот это-то все надо добро подбирать, друзья. Потому что стоит оно хороших денег. Так. Е-мое, там еще и боец какой-то, воин. Ой-ой-ой. Так, погоди, погоди. Все, отступаем. Нахрен. Смотрите, какой он упоротый. Посмотрите, какие они злые. Какая-то жесть. У меня, скорее всего, оборонка очень сильно упала. Я же поменял амулет на здоровье. То есть, сущность тикса. Это, опять же, сопротивляемость. А у меня теперь оборонки только 500. А была 800 с лишним. То есть, по мне теперь чаще попадают. Естественно, это менее приятно. То есть, смотрите, он меня один выкорчевывает. Просто намаливает. Чего уж говорить о куче. Это белым топором он по мне бьет. Е-мое, там какой-то лучник упоротый еще. Столб небес. Он меня сейчас вообще наклонит сразу же. Проникающий долбанный урон. Так. Опа, 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 опа. Не, не, не. Что-то вообще сурово, сурово, пацаны. Уходим нахрен. Да ты смотри, какой он тупой. Упоротый, в смысле. Оп. Ну, а вообще, меня преследуют до самого конца. Стоим в камне. Его, по идее, повешать бы на стражников. Чувак, отстань от меня, пожалуйста. Он не хочет отставать-то. А как я сквозь ворота прошел, никто не может пояснить? Я ж их не открыл. Так, отлично. Это какая-то скотина жесткая. Вот смотрите, что творит. Вообще, кобздец. Он выжигает ману еще. Ой-ой-ой. Столб небес, друзья. Я сейчас до Бандария чувствую, вообще еще не дойду. Серия, наверное, подзатянется, потому что плюс моя вводная речь. Ну да, он манку вытягивает. А, он прерывает, прерывает заклинание. Я не могу сражаться с ним. Ну подожди, а как он так делает? У него же должна энергия кончаться тоже. Ой-ой, капец какой. Слушайте, ну он непробиваемый бы еще какой-то. Отходим, твою мать. Так, надо поставить флаг. Пускай стражники хотя бы сильно его додят. Ёкарный бабай. Вообще с ним близко нельзя стоять. А, ну он, конечно же, спилил мой флаг. Флаг считается живым существом, компаньоном. Так, отходим сюда. Да блин. А ну-ка, брысь. Ну потихоньку вроде крошится, но... Это настолько потихоньку, друзья. Блин, ну мне, конечно, капсдец, если бы он на мне висел. Прервано. Не, вроде чуть-чуть ему все-таки достается, да? Так, давайте вот здесь флаг поставим. Я думаю, он будет задевать пацанов. Опа! Да что ты будешь делать? Мои пацаны не могут пройти, потому что месяц совсем обычные стражники. А он еще и умный. Смотрите, он из эпицентра огня-то убегает. На. Я вообще-то даже... Я не вижу, конечно, целесообразности в его уничтожении. Скорее всего, душа из него точно никакая не выпадет. Блин, так обздец. Вот это вот, ребят, трэш, конечно. Сюда надо реально ходить с кем-то. Покайфовать с кем-то, поиграть. Это надо просто с кем-то проходить. Потому что одному это полнейшее хардкорище. Разрабу, конечно, респект за такой хардкор, но, блин... Это ж сколько нервных лет так утекает. Я... На фарме меня, наверное, соседи слышали, как я тут кипел с некоторых героев. Так, флаг, флаг, флаг. Далеко, наверное. А я должен достать. Жесть, ребята, жесть. Вообще его не пробить, ахрен. Я только могу его сжечь потихонечку, и все. Подходить туда вообще стрёмно. Можешь, конечно, попробовать? Бац, 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 видите, он молнией тут же выжигает. То есть под таких героев надо целенаправленно одеваться. Вообще капец. Там колоссальный урон на молнии. Хорошо, что НПЦ здесь бессмертные, боты. Ай-яй-яй, тихо-тихо. Чувак. Ты не бегай по всей локации, ты вот стой под моим извержением. Так. Мои пацаны, к сожалению, не могут к нему подойти. Так бы урон был гораздо выше. Опа-опа, тихо-тихо-тихо. Блин, чувак, ты кончишься или нет уже? Вот смотри, начинаю поджигать, и он начинает отбегать мразотное. Давайте флаг поставим. Нет, флаг не туда поставил. Флаг сейчас кончится. Все, он исчез. Блин. Гори, 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 ясно, скотина. Зачем таких героев делать? Я вообще не понимаю. Такая жесть, такая жесть. Ну, когда-нибудь он умрет. Ой. Сейчас еще его мне не засчитают, как убитого. Давай. Ну, сожгись, чувак. На тебе еще, молнии удар. А, его мне не засчитали, это не я его убил. Это убили его боты. Отлично просто. Такая тупость. О. Чуваки пытаются разобраться с этим. То есть, как вы понимаете, боты сами очень слабые, вот эти охранники. Но, по крайней мере, держательные себе противника могут. Уже хорошо. Е-мое. Давайте-ка я постою, пускай они от меня убьются. Так, что там? Какая-то жопень. Ну, у меня, да, я, как уж и сказал. Ой-ой-ой, вас много, ребята. Хорошо, двойник помогает. Я говорю, это, наверное, лучший артефакт пока, который мне встречался. Ну, других вариантов... Других я вообще аналогов не видел. Короче, вот этот вот артефакт, статуя двалинга, она что делает? Она вот эту вот штуку вызывает. Образ из грез. По-моему, вы видели в прошлой серии. Да, да, видели, я показывал. Это то же самое. Только их больше гораздо. И живут они, кажется, подольше. То есть... Аналог высокоуровневого умения. Блин, поджог никуда. Отлично. Вот такая вот комбинация, в принципе. Работает. Блин, ну ману, конечно, отъедать. Ой-ой-ой, вы что, охренели? Охренели, конечно. Что, я еще до босса не добрался. Уже все банки себе поджигал. Вот окаменение, это, конечно, чудесно. Оно восстанавливает этих всех уродов. Все, стоим. Блин. Отлично. А там сейчас их еще же целые армии будут. Тан-тан-тан, да. Вот она, скотина. На! А, исчез. Все, сейчас пойдет терракотовая. Ах ты, скотинка. Не, ну пока терракотовых не убьем, с ним сражаться мы не будем. Потому что у него поддержка этих статуй. Естественно, оттанчить я его не смогу просто. Да, блин. Давай, двойники, давай, пацаны. Куда ты поперся, иди сюда. Да, что у вас. Не, ну тут один вариант, только гаситься. Гаситься в камень, ребята. Теперь вы, наверное, понимаете, что такое играть с красными вещами. Я предполагаю, конечно. И что играть вот так. Это же мучение. Это, конечно, динамика, это прикольно. Это концентрацию развивает очень сильно. Я пока фармил, там реально напряженно, там реально концентрируешься. Как бы отбежать, как бы отлавировать, чтобы не погибнуть лишний раз. Но с другой стороны, погибнуть лишний раз, сейчас уже в моем положении, в моем случае, это не помеха. Потому что переодеваясь в очки на опыт, мы качаемся. То есть, 72 уровень, считай, на смертях. А он, что он стоит? На. Ну давай, смотри, дуэль. Вот у меня сейчас тупако цает. Нет, смотри, с этим проще. Так, Бандари, там стоит. Пацаны, давай сюда. А что вы все замерли-то, ну? Может это баг какой? Может это тоже дурачок замрет, и все. Вот двойник единственное, чем мне нравится, он тупит. Он пару ударов сделает, и отбежит. Во, все, понеслась, моча по трубам. Так. Там какой-то, твою мать, герой! Ну. Как бы я, что-то даже не сомневался, что я сейчас письюнов нахаваюсь. Так. Вообще, респект тем пацанам, кто так же, как я, мучается. Я не знаю, правда, зачем они это делают. И очень странно, что популярность у модификации очень маленькой, но в ютубе очень мало роликов по ней. Первое, то есть, сначала были ролики там, такой вот, по-моему, популярный, как Берсян, Берсеркер, как-то так его звали, зовут. Он продолжает. Так, надо отступить. Снимать по Титанку Эсту видосы. Единственное, он немножко поснимал по Сулу Вайзеру. Еще был, ну, тоже есть парень, но на ютубе он сейчас, по-моему, уже нет. Он на твич, кажется, перешел. Как же его? А, канал называется Story of Glory. Денис там, по-моему, стример. Он снимает Титан Квест чисто на одной смерти играет. То есть, если его убивают, ну, обычно универсален дешен играет. Если его мочат, то все, он начинает с другой персонажа, все заново. Ну, как бы свой фан-чувак от этого получает. Это как-то популярно, потому что его очень много народу смотрит. Ну, там подписоты, наверное, тоже много, соответственно, да? То есть, чувак развивается в этом направлении, молодец. Че не скажешь обо мне с моими двумя тысячами подписчиков, которые вообще смотрят не это? Так, во-во, смотри-ка, он какой-то идиот. Ржавая реликвия какая-то дурацкая. Да, он меня сейчас обоссыт. Он еще и замедляет, прикинь еще. Блин, ну нет. Смотри, че увязался-то какой, а? Давай, давай, двойничок. Блин, мало то, что он босяра, так тут еще и... Мы сейчас всю серию с вами потратим опять на преодоление этого чувака. Все, стоим. Надо было все-таки, наверное... Знаете, че делать? Оставаться в отражении урона. Сейчас я, наверное, покручусь. Тут стратегия, друзья, одна. Вот так и так. Вообще упоро-то. Не, ну он пробивается. Давайте мы его остановим. Нет, он не останавливается, но героев-то не действует. Двойничок, давай. Да ты че там такое творишь? Блин, он медлит, конечно. И ломает броню. Видите, у меня иконка возле меча горит сверху, где бафы. Я так понял, это поломанная броня, то есть... Ржавчина. Ага. Пацаны, по-моему, у него... Или у него охрененная душа должна быть. По-моему, с этого пацана, с этого героя, я опять же на форуме читал, падает охрененная душа. Кольцо, кажется. Ну, кольцо, да. В сот кольца вставляется. Ай-яй-яй-яй-яй. Если она на нем, это тема. Короче, по-моему, уменьшает очень сильное сопротивление. Именно эта душа. И воинам гораздо проще становится играть, но не факт. Возможно, разраб уже пофиксил. Вообще ничего не могу. Вы видели? То есть я вообще настолько медленный. Так, надо крутить его тогда вокруг вот этой темы. Да сейчас как-то у меня замедляет, что так жестко, а? Я, конечно, понимаю, что все это выглядит каруселью маразов. Да хватит меня зацепить. Он меня медлит жестко. Медлит вообще жестко. Да, посмотри, что. Протыкает еще и кровоток. Я сейчас пойду докупаться, естественно, банками. То есть я тут пока до этого черта шел. Ну, когда-нибудь мы его победим уже. Господи, с боссами проще играть. С боссами играть проще. Причем с этой сволочью. Вот с чем с некоторыми героями, реально. Ну, это такой бред, конечно. Ну, давай скорее вставай. Отражение у меня, конечно, сейчас вообще никакое. А! Гадина, а. Я просто на банках сижу. Чуваки, как мне нужен красный шмот? Надо такое желание появляется щитерить. Кпс я там приписать. Ну, нет, конечно, мы этого делать не будем. Потому что интерес сразу пропадет. Я даже, наверное, снимать перестану. Я не буду портить таким образом игру. Ни себе, ни интерес вам. Ну, кому это интересно. Конечно, сука. Он скоро должен сдавкинуться уже. Чувак, я надеюсь, ты душой богат. Нет, душой он не богат. Но с него падает, по-моему, именно такая душа. Ее можно будет посмотреть потом. Так, давайте я на разведку схожу. Он там один остался. Да, это радует. Все, отлично. Давайте я даже так сделаю. Быстрее будет. Баночек просто тупо докуплю. И попробуем сразиться с ним. Так, и на ману. Денег у нас, слава богу, много. Их будет еще больше появляться. Потому что периодически я буду фармить. Все, это вот все говно продаем. Видите? Ну, вот это дешево стоит. Как правило, броня и щиты неплохо стоят. Вот броня почти 200 тысяч стоит. Вот это щит, блин. Хуй. Ну, у меня больше брони нету, к сожалению. Но вообще, как правило, броня, она стоит дорого. Она почти под 200 косарей. Вот 115 стоит. Вот 180 косарей. Оружие стоит дешевле, да. Но тоже стоит. Оно хотя бы подкрывает затраты на банки. То есть, вот 106. Ну, это понятно, 200. Это желтая тема. С оружием, да, беда. Но его тоже стоит собирать. Вообще, стоит собирать эти шмотки, друзья. Это хороший фарм. Вот особенно броня, как я сказал. Так, ладно, все. Да, блин, отвалит. И посмотрим, может быть здесь что появилось. Не о чем, чувак. Сегодня у тебя ассортимент, чувак, небогатый. Так, пробуем. Пробуем оттанчить чувака. Сначала мы его выманим. Чтоб потом могилку... Ну, тихо, тихо. Поднять можно было. Вот это тут, конечно, его шляпа. Ну, давай пытаться, давай пытаться. Так, походу придется все-таки побегать все равно. Видите, он порождение магии, призрак. Я не знаю, работает ли это против него. Сидим на баночках. Сидим на камушке. Ай-яй-яй. Вот это больно. Нет, все-таки очень рискованно. Бегать, походу, придется. Очень сильная тварь. Вот мне бы еще какую-то такую шмотку. Но его надо бить. Его надо бить, потому что падла отхиливается. Регенерирует. Так, я, пожалуй, сюда залезу. Что-то мне поплохело. Смотрите, как он регенерирует. Но это вообще невозможно с ним сражаться. Но это читерство. Так, какое-то говно я нажал. Фу, пацаны, фу. Так, ставим флаг. Флаг вообще им нельзя пренебрегать. Он усиливает уроны. Я уже не вижу, кого убью. Бандари. Отлично. Он еще и атаки замедляет. Давай, 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 говно. Так. Молнии добавить. Блин, мана, конечно, улетает только в путь. Пей банку, пей банку. Блин, все. В камень. Потому что сейчас мы сдохнем. Там какая-то серия атак у него пошла. Так. Неприятная. Так, все, пьем. Ставим нахрен. Флаг. Нет, походу, ребята, держимся. Держимся. Все-таки помогает 30%. Значит, это работает. Значит, победить его можно. Нашли мы способ. А других способов я на самом деле и не вижу. Наверное, единственный рабочий это вот. Давайте-ка я все-таки в камень залезу. Один, наверное, из таких рабочих способов, это, конечно, вот так вот искать конкретно резисты против каких-то типов существ. В частности, вот если бы мы еще какой-то резист нашли против призрака, например, да? Так, надо вставать в камень, потому что банк его откатил, он что-то все сильнее и сильнее. Да-да-да-да-да-да-да, сейчас мы ляжем. Фу, чуваки, фу. Но это даже он без души. Сами видите, что происходит. Но мы его победили. Какой ценой? Правильно. Неимоверно тяжелой ценой мы его победили. Так, ну давай пообщаемся. Древнее зло завладело моими терракотовыми воинами. Теперь с ним покончено. Тех же, кто остался верным своему долгу и правому делу, ждет заслуженная награда. Вот, очки характеристик. Но если под люка не будет ни одного фиолетки, я тебя в басу твой дух, понял? Ну, пылесосом тебя засосу. Что тут у нас? Так, шанс к обоссыванию. Стремиться уже 50%, потому что если сейчас еще один на сундук, будет 100% обоссывание. Но чувак, не повезло тебе. Я, конечно, не буду это на ютубе показывать. Потому что, скорее всего, забанят. Это гадина, обоссать труп! Ну, реально, смотри, прорисован, да, как в мумии такая. Дух великого ублюдка. Блин, ну как так? Вот старался, старался и в итоге говна поел. Ладно, мы хотя бы побелее получили два этих очка характеристик. Все-таки это тоже очень полезная штука, друзья. Можно их в хп кинуть, например, да? Но я, как правило, предпочитаю оставить. Ну, вот сколько оно будет? Нет, отмена 612. А два, если? Ну, почти на сотку увеличивает. Но нет, мы оставим. Потому что некоторые души требуют там и высокого интеллекта, допустим, высокой ловкости, высокой силы. То есть, ну, как правило, души из говна слеплены. Так, подожди. Я слушаю. Сейчас, секундочку, друзья. Я специально поставил на паузу, чтобы долго не искать. Вот, смотрите, ржавая реликвия. Она, кстати, к нам и подойдет с вами. 8% шансов падения. Вот, посмотрите, 50%-64% уменьшения сопротивлений на 3 секунды. То есть, за счет этой темы, я, опять же, на форуме видел, там ребята писали, кто воинами играл, кто обладает такой душой. Это все. То есть, все падают очень быстро и хорошо. Есть смысл, конечно, пофармить эту тему, но, во-первых, фармить долго. Во-вторых, надо, чтобы эта ржавая реликвия, она попалась. То есть, сам этот герой. Может быть, может быть, я займусь этим и посмотрим, насколько это оправдано. На 3 секунды. Попробуем, конечно. Пока разраб не пофиксил эту тему, мы попробуем с вами замутиться этим. Так, а пока мы продадим это говно, все. Удачи тебе! Да, спасибо. Разве эта мантия не великолепна? Стал я на твои мантии, чувак. Так, вот зеленая херь. Нет ничего интересного. Самое интересное, что постоянно меняется у них ассортимент. Видите, уже зеленого вообще ничего нет. Я не знаю, как это происходит. Наверное, при телепортации куда-то, да? Или как-то само он у меняется. Без понятия. Дорого. Можешь оставить чудо. Так, хорошо. Это все к чертовой матери. Так, и теперь верни мне мое, пожалуйста, отражение. Афина. Так. Так. И Александр. Плюс еще нагряный самоцвет. Вот. Все. То есть сразу 951 даже у меня оборонки. То есть теперь меня вот терракотовые воины эти пробивали не так сильно. Но... Конечно, очень хорошо я это оставлю. Мало ли, где когда оно еще пригодится. Так, ага, не влазит, да? Так вот. У меня уже тут склад забит. Я уже перекладываю какие-то вещи на других персонажей. Они у меня чисто под склад сделаны. Прощай. Прощай, чувак. Давайте мы сейчас быстренько с вами дальше пробежим, в принципе. Да и все, наверное. Будем серию заканчивать. Она у нас такая. Опять была посвящена битве с Бандари, которую мы в конце концов с вами одолели. Тут немножко побегаем, почистим еще. Так, там артарь опыта. Жалко. То есть, смотрите, терракотовые воины теперь опасности просто не представляют. Они убиваются очень быстро сами об себя. Ну, че вы? То есть при сражении с кучами мобов на отражение все-таки полезен билдец. Он очень хорошо себя показывает. Ё-моё. То есть вообще, да, видите, че происходит? Просто нассать на всех. Так, ну тут, слава богу, нету этого красного босса. Но тут есть другие черти жесткие. Крайне редко выпадают... Так, у меня почему-то кончилось это херь. Крайне редко выпадают... А вот эти вот красные рецепты... Да какая-то жесть. Вы че там, спять или все? У-а-а! Дротами накидали, ядовитами. Рецепты красные крайне редко выпадают с мобов там или еще с чем-нибудь такого. То есть все это в магазине приобретается. Блин, какая-то жесть. Вообще жесть. Хорошо. А, блин, я не поменял, что ли? Вот дебил. Меньше опыта получил. Блин, горю-то я сильно. Вот этих вот я не люблю огненных. Видите, вот эта вот лужа, она обжигает реально очень жестко. Это еще было на эпосе. Я страдал от этого. Вот это вот говно. Вот это говно надо убивать очень быстро. Блин, зря. Ладно. Иногда фиолетки выпадают вот из таких сундучков. Вообще ни о чемных, ни взрачных. И ты этому радуешься. Так, че тут у нас? Фельд заперта. Заперта. А, это мы сюда должны потом будем прийти. Да, я вспомнил. Так, а выходить нам сюда. Хорошо, давайте мы еще тут погуляем. Почистим. Вот эта вот дверь тоже заперта. Вот какие-то... Ой-ой-ой, что-что за горилла такая? Тут тоже можно тигра фармить. Ах, че, тихо, пацаны. Ну на, лови, лови, на. Сейчас прикиньте, кого-нибудь сожгу там. А с него выпадет зелень ненужная. И я не смогу ее тупо подобрать. Вот смотри, зелень, но она ненужная. Зелень, конечно, но, блин, не та. Ну тут кое-какие вещи можно все равно подобрать. Блин, да ты запарил. Кажется, мне пора сменить профессию. Пойду-ка я в писари. Эта работа становится слишком опасной. Ага. Ты не можешь сейчас открыть эту дверь. Тихо, парень, успокойся там. Ладно, героев здесь нет, ничего интересного. Пойдем дальше. Там мы уже не зачистим. Ой-ой-ой, пацаны терракотовые. Ну, видите, да, то есть вообще сейчас проблем они никаких не составляют. То есть я на 400 поднял оборонительную способность свою. И плюс отражение вообще ези. Но, но приходится сражаться вот с боссами именно. Так, у нас тоже сейчас будет толпа говна всякого. Ой, какой-то чувак водится. А, все, так, хорошо, ладно. А, терракотовые войны, мы с вами квест завершили еще. Хорошо. А, нам же с вами надо квест сдать. Оба квеста еще сдать. А для этого нам надо переодеться, разумеется. Так. Все. Так, вот они, два голубчика. Тебе удалось уничтожить всех терракотовых воинов в городе. Наши люди зря боялись проклятия. Хотя, конечно, чужеземцы менее своеверны. Вот, возьми обещанную награду. Так, воющий топор палача раззрения. Да ты бы лучше мне дал какую-нибудь зеленую нужную мне вещь. Так, а ты? Мавзолей, тебе удалось войти в него и прикончить духа, который оживил терракотовых воинов. Клянусь предками, думал, что и сотни солдат не справятся с этой задачей. Да, чувак, я тоже не справлялся с этой задачей, если бы не... Ну, у меня, кстати, какой-то топор в руке. А, этот, который он мне дал, прикиньте. Он мне сразу в руку оделся. Ну да. Есть такая тема. Давайте мы его все-таки снимем на продажу. Вот. Мне просто повезло, конечно, на эти поножи против призрака, которые... Вот реально просто вот как мне посланы они были. Не свыше, как говорится, да. Ладно, друзья. Все. Давайте на этом серию с вами закончим. Большое спасибо, что смотрели. Надеюсь, она вам понравилась. Мы все-таки победили. Как я еще раз говорю, нам очень сильно повезло. Вот. Большую серию, конечно, мы проболтали. Там минут 10, наверное, я вам просто вводную часть, да, какую-то показал там, что и как я фармил. Вот. А со следующей серией мы с вами, конечно же, пойдем уже дальше. Дальше это именно вот сюда вниз. И там уже, по-моему, где-то там вот в этой темной области нас будут ждать в одной из пещер великий ужасный драколич, которого, кстати, очень хорошо фармить. Но я не знаю, сколько нам его удастся вообще завалить. Потому что появился он уже в Солвайзере вообще на эпосе. Появляется этот босс только на Легенде, а он появился на эпосе. И мой петалот вообще ничего с ним не мог сделать. И единственный момент, как я его убил, он застрял у меня в проходе в пещере. И его там компаньоны мои эти, скелетики и все остальное били, я не знаю, минут 30, наверное. Вот. И ничего, конечно, с него не упало. Таким образом, ребята, спасибо большое еще раз. Надеюсь, серия вам понравилась. Ожидайте, пожалуйста, на следующей серии. И все вам самого наилучшего. Всем пока.